Прямо сейчас подпишись на канал и поставь лайк, иначе Кеша придёт за нам. Шоковый народ, с вами я Кеша, и сейчас я посмотрю с тобой самое страшное видео с мимимишками. Ну что, готов? Тогда погнали. Чётвори, бро, меня зовут Сергей Олес. Сергей Олес? Это потерянный эпизод мимимишек. Я просто шёл по улице и увидел странный диск с подписью. Потерянный эпизод мимимишек. Я быстро его забрал и пошёл домой. Тогда я увидел, что на нём я был в шоке. Серия называется «Сорок ножевых». Странное название, но то, что происходило дальше, было ещё страннее. После названия был переход на тучку, лисичку и Кешу. Они сидели в палатке, и по правилам секты, которые я рассказывал в первой части, они рассказывали страшилке друг другу. Очередь дошла и до лисички. Её страшилки были самые страшные и правдивые. Она рассказала о злом чудовище, которое ходит по лесу и убивает всех жителей. Наутро их находят с сорока ножевыми ранениями. У него было два хвоста, хобот, четыре лапы. Я не могу вам передать всю ту жуть, о которой она рассказывала. Но с каждым её словом по мне пробегали мурашки. Тучка и Кеша показывали, что они не боялись. Но их глаза налились кровью от страха. Все собрались домой и начали расходиться. Медведям было по пути, и они шли. Тучка очень сильно боялся и отглядывался по сторонам. Они дошли до раздорожья. Тучке было в другую сторону, но он очень сильно боялся. И побежал к Кеше. Они начали идти вместе. Вдруг из ниоткуда по экрану пошли помехи. Всё стало хмурое, тёмное. Перед медведями появилось то самое странное чудовище. Сердце Тучки не выдержало такого напряжения и лопнуло. Тучка Овер. Это была первая смерть. Кеша очень перепугался и побежал к Лисичке. Он стучал изо всех сил к ним в двери. Двери открылись. И с ней выглянул труп Лисички, в котором было 40 ножевых ранений. Эту чудовище затянуло в том Кешу. И посадил саудит стол с трупами Лисички и Тучки. На полу была огромная лужа крови. На этом серия резко закончилась. Ребята, у меня сейчас мурашки по коже. Это всё правда или это монтаж? Скажите, пожалуйста, напишите в комментариях. Я просто не знаю. Следующее видео называется Смерть Лисички. Давайте посмотрим. Чё творим, бро? Меня зовут Сергеонис. И это потерянный эпизод мимимишек. Как я и говорил раньше, не такие они уже и мими. Эту серию мне подкинули в кафе. Один из подписчиков меня узнал и сфоткался со мной. И просто ушёл. Но дома я заметил, что он не так-то просто ушёл. Он ещё и подкинул мне диск. Диск был не подписан. И я не мог узнать, что там. Это меня пугало и одновременно очень заинтересовало. Если вы это смотрите, то это был точно потерянный эпизод. Эпизод начался очень странно. Он назывался Смерть Лисички. Уже от самого названия становится страшно. После было показано, как Тучка Кеш и Лисичка катались на скейтах. Но медведи не особо хотели, чтобы Лисичка каталась с ними. И они сказали, что она ещё очень маленькая, чтобы с ними кататься. И подтвердили это огромной линейкой. И сказали, чтобы Лисичка доросла до красной отметки. Лисичка не знала, что ей делать. И она нашла старую книжку, где прочитала, что Дьявол может выполнить одно желание. Но не дочитавши, что он заберёт душу, она убежала. Лисичка нарисовала пентаграмму на пеньку. Странно ещё то, что это сопровождалось весёлой мелодией. Это очень пугало. Она произнесла заклинание. Три раза сказала Дьявол, приди. И экзекаторный голос сказал, что Дьявол отправил свою жену, которая вселилась в Лисичку. Глаза Лисички были чёрные. А сама она была в роскошном платье сатаны. Начались скучные помехи. Хорошо, что я мог их промотать. После помех показано, как Лисичка была такая же, как и медведи. И теперь она могла кататься вместе с ними. Но не всё так просто. Лисичку захватила мысль о том, чтобы командовать всеми. В этот момент тучкой Кэши чертили новый аттракцион для скейта. Но Лисичка им хотела запретить. На что они им сказали, что она не старше их, чтобы запрещать. И она пошла опять в пеньку. И произнесла заклинание. Она выросла ещё на чуть-чуть. Но взамен за это она лишилась души. Это было просто тело, которое могло уничтожить всё. И у неё не было души. На этом серия закончилась. Что было в долине мими-мишек, мне неизвестно. Но там явно было что-то ужасное. На этом всё. Обалдеть, ребята. Если вы хотите вырасти быстрее, то не нужно вызывать сатану. Уясните это. Мими-мишки. Не такие они уже и мими. Особенно в этой серии. Чё творим, брат, с вами Сергеонис. Серия начинается без главной заставки, что уже очень странно. И называется Секта Мими-мишек. Енот и какая-то опечка наткнулись на постер, где приглашают всех участников в секты на жертвоприношение. Кто-то из них должен пожертвовать собой. Будут жертвовать тем, кто придёт не в страшном костюме. Вход только в жутких костюмах. Овечка и енот не хотели надевать костюмы и идти туда, тем более умирать. Главный переходный дом, где находится сама секта. Медведь. Костюм и робота-анилатроника, который жаждет смерти всем людям и животным. Глаза у медведя не было, и как будто бы выклали. А из них текла кровь. Лиса. Жуткий костюм из ананаса. Отсылка того, что она поимела дом с Банч Боба. Ананас был порчен и противного цвета. Странно ещё то, что у неё глаз тоже не было. Динозавр. Кто под костюм динозавра нам неизвестно, но это очень жуткое зрелище. Через время к ним пришла лошадь. Это самый не ужасный костюм из всех. Лиса вскочила и выключила музыку. Хотите узнать, по какую музыку они танцевали? Ну что ж, тогда слушайте. Лиса подняла занявись и сказала, что кто-то из них должен лечь на стол и его принесут в жертву. Но они заметили, что нету енота, овечки и белого медведя. Медведь вскочил и прокричал. Где жертвоприношение? Он только ради него всю ночь не спал и делал этот костюм. У них начался спор. Сюда вмешался динозавр. И он снял свой костюм, что было там очень ужасно. Там была цыпа. Вместо глаз там дырки, из-под них течет кровь. А тело ее как будто обскубанное. Они начали спорить, что жертву надо принести лошадь. Но лошади не оказалось рядом. Она сбежала. И они отправились ее искать. Они пришли к полярному медведю. Медведь стоял в костюме Титаника. Жуткая аттергетия. Тысячи мертвых душ. Самый жуткий костюм. Он даже показал, как он разломался и тунул. Глаз белого медведя тоже не было. Вместо них темные впадины. Из них тоже идет кровь. Ему сказали, что надо что-то принести в жертву. И добавили, что у него костюм самый страшный. Он расстроился, ведь он хотел сегодня быть жертвой. Ему надоело жить в этом безмерном и тупом мире. Почему? И все его уже достало. Лучше принести себя в жертву, чем простой и никому не нужный суд. Не надо. Казалось, что костюм лошади у него украли. А на месте кражи была рогатка. Медведь злостно сказал, что надо найти овечку и енота. Плавный переход на енота и овечку. Овечка ест торт, который должен быть после жертвоприношения. А енот ищет свою рогатку. Они были обычные, у них были обычные глаза. К ним летает медведь и уйдет матьюки, показывая рогатку. Лисичка им сказала, что кого-то из них они должны принести в жертву дьяволу. Они вернулись назад к столу. На столе лежал енот. Лиса взяла ножки и вткнула прямо в еноту. Она больше читала какую-то манитру. Серия заканчивается очень мало. Обалдеть. Перевод был не такой, как всегда. Всего одним человеком... Обалдеть, ребята. Четвертый потерянный эпизод мимишек. Давайте посмотрим. Че творим, бро? Меня зовут Сергеонис. Я тут потерянный эпизод мимимишки. Эту серию мне прислали в директ. Мой давний подписчик. Он уже давно хотел, чтобы я посмотрел эту серию. Но я не верил, что это какой-то потерянный эпизод. Но как оказалось, это был самый настоящий потерянный эпизод. И тут я понял, что все дети видели это. Серия началась с того, что шел очень сильный дождь. Кэша хотел выйти на улицу, но не мог. Ведь его зонт куда-то пропал. И ему пришлось ждать, пока пройдет дождь. Как только закончился дождь, Кэша побежал к Тучке. Чтобы узнать, не брал ли тот его зонт. Тучка ответил, что у него есть свой. Но как только он показал на его, его там уже не было. Как будто только что его украли. И Тучка был в шоке. Кэша сказал, что надо их искать. И что им надо оставать полицейским, чтобы найти пропажу. Тучка поддержал эту идею. Они приняли образ полицейского. И поехали искать пропажу. На скамейке сидела лисичка. Тучка спросил, ли не пропадал у лисички зонтик. Но Кэша ей не доверял. Он начал на нее наезжать, чтобы она сказала правду. Но все же лисичка ничего не знала. Тучка сказал, что нужно идти искать следы. Начались помехи. После помех было показано, как Тучка и Кэша уже стояли около иглы. И искали следы. Они приказали Цыпа искать следы. Но Цыпа была очень странной. Ее глаза были белые. А если заглянуть в них, то там ничего не было живого. Это был живой труп. Обалдеть. Цыпа начал медленно их куда-то везти. Он хотел их сбить следа. И водил их вокруг иглы. У него это получилось. Они сбили следа. Но потом Цыпа начал сам куда-то идти. Мышки начали за ним следить. Он привел их к огромному гнезду птицы. В зонтах сидели маленькие птенчики. Но их глаза были черные. Они вызывали жуть и страх одновременно. Это были посланники дьявола. После этого никто не видел Мишек и Лисичку. Они попали в ад. Обалдеть, ребята. Ладно, остался последний, пятый потерянный эпизод Мимимишек. Давайте посмотрим. Что творим, бро? Меня зовут Сергей Онис. Это потерянный эпизод Мимимишек. Эта серия очень ужасная. Потому что она новогодняя. Я теперь боюсь устраивать новогодние вечеринки. Эту серию мне прислал мой подписчик в мою группу ВК. Я и так был напуган, потому что в тот день я уже смотрел потерянный эпизод. А еще и эта серия. Серия называется Новогодний маскарад. Серия началась с того, что Лисичка, Кеши и Тучка украшали елку. Лисичка начала обсуждать, кто кем будет на Новый год. И сказала, что она будет принцессой. Тучка добавил, что он будет пиратом. И Лисичка спросила у Кеши, кем же он будет. Он сказал инопланетянину. И Лисичка с Кешей засмеялись. Ведь он все время был инопланетянином. После чего Кеша добавил, что у него будет супер страшный костюм пришельца. И тут начались громкие пыльки. После того, как показано, как что-то падает с неба. А потом произошел бабах. Из летающей тарелки вылезло существо. Оно было не очень дружелюбным. В это время Кеша лазил по кустам, чтобы придумать себе костюм. И он увиделся с пришельцем. Пришельц своей нереальной силой мысли убил Кешу. Кеша просто упал без сосудов. Чего? После этого чудовище пошло к Лисичке. Оно очень было похоже на Кешу. И именно из-за этого ребята приняли его за своего. Они думали, что это Кеша в костюме. Они даже немного испугали пришельца. Он еще не успел одуматься. Как Лисичка начала танцевать вокруг него. У пришельца закрутилась голова и он упал. Но после того, как он пришел в себя. Он силой мысли заморозил ребят. Они таки стояли там вечно. Это была страшная серия. Ведь вдруг и на мою вечеринку кто-то из друзей будет пришельцем. А я этого и не буду знать. На этом все. Ребят, это были реально очень страшные видео с мимишками. Если вам понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ну а с вами был я, Кеша. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Чао.